Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. У нас сегодня домашние пельмешки. Рецепт я вам оставлю в инфобоксе. Обязательно переходите, готовьте, где мои любимые соусы и мой любимый майонез. Все говорят, майонез это белая смерть, а кетчуп это красная смерть. Поэтому это все не нужно кушать. Ну блин, это так вкусно! Ничего страшного! Давайте приступим. Тут у нас оливки, которые обожает мой котик. И капуста квашеная. И сок, конечно же. Сегодня я снимаю для вас влог. И вчера снимала, и сегодня. И надеюсь, хотя бы этот влог выйдет. А то я в последнее время снимаю, снимаю, а потом в конце удаляю. Типа это неинтересно, это никто смотреть не будет. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю, зашло. Я люблю мучные изделия и пельмешки, и манты, и грузинские хенгали. Все это я просто обожаю. Особенно домашние пельмешки, они намного вкуснее, чем покупные. Когда резко пришли гости, не знаю, что приготовить. Ой! Вытащил из морозилки пельмешки, отварил. Вкуснятина. В общем, вчера у нас состоялся разговор с папой. Папа посмотрел видео и говорит, айка, ты не права. Ты слишком мягкая. Это твоя квартира. И ты должна требовать. Что значит, я предложила, они не согласились. Короче, папа меня отругал. Говорит, что ты пока что без опыта. Рядом с тобой нет мужчины. Который сам бы разобрался, поговорил и так далее. Конечно, все приходит с опытом. Все. Даже видео. Посмотреть мое первое видео, это такой стыд просто. Стыд, срам. Поэтому я вот допускаю ошибки. Я вам рассказываю про них. Хотя бы вы учитесь на моих ошибках. В общем, папа говорит, в культурной форме. Позвони. Скажи, что меня такое расположение вещей не устраивает. Я так и сделала. И предложила вариант. Говорю, давайте я вам уступлю 50 монат. Это то есть 2000. С каждого ежемесячная оплата. Но если что-то ломается, мы платим 50 на 50. Еще папа сказал, возможно, проблема с электроникой из-за того, что есть проблемы с напряжением электричества или что-то такое. В общем, позвали электрика. Я все это оплатила. Он все посмотрел и сказал, что никаких проблем с электричеством в этой квартире нет. Единственное замечание, он сказал, это какой век, чтобы из счетчика выключать свет, когда вы уходите. Естественно, что техника будет портиться. Да даже холодильник. Он сказал, он будет постоянно размораживаться, потом опять замораживаться. То есть не надо выключать из счетчика. Комби будет выдавать ошибку. Холодильник тоже будет размораживаться, потом опять замораживаться. Пришел электрик, мы починили розетку. За розетку заплатила я. Но там фигня совсем чуть-чуть. Но вплечь. Если что-то на квартире будет ломаться, то за это уже мы будем платить вдвоем. Чтобы у них не было резона что-то ломать. Вот я к чему. То есть они тоже теряют деньги, поэтому будут относиться более аккуратно. Вот так вот мы договорились. То есть теперь я буду получать не 350, а 300. К квартплоду. Если что-то будет ломаться. Будем пополам. По дороге, когда мы возвращались с электриком, я вообще посоветовалась с ними. Я говорю, из-за чего может быть такое, что в течение двух месяцев сломалось то это, то другое, то третье, десятое. Он сказал, во-первых, возможно это совпадение. А во-вторых, все зависит от людей, которые пользуются этой техникой. Есть люди, которые, ну не мое, пофиг. Что будет, то будет. А есть люди, которые наоборот, очень ответственно относятся к чужим вещам. Даже, возможно, со своими вещами они как-то будут и неопрятно пользоваться. Но с чужими вещами очень аккуратно. Вот, поэтому теперь я сдаю за 300. И надеюсь, что у нас с ними больше никаких проблем не будет. Меня в комментариях спрашивали, а как там мебель? Мебель нормальна. У меня что было, когда я сдавала квартиру, получается утюг там, чайник электрический, ну и вся остальная техника. Нету телевизора. Они, получается, провели вай-фай. Но его проводят бесплатно. Ты просто оплачиваешь, получается, 3 месяца абонентскую плату. И вай-фай тебе проводят бесплатно. Домашний телефон, кстати, по-моему, тоже что-то такое. Тоже не платишь. У нас, кстати, дома вот с домашним телефоном какая-то беда. Но в том плане, что я постоянно забываю заплатить за него. И с одной стороны, я думаю, блин, зачем он нам вообще нужен? У нас единственное... У тети был домашний телефон. А сейчас они тоже квартиру продали, переехали. И сейчас у нее тоже нету домашнего телефона. И я думаю, зачем мне платить просто так? Просто проблема в том, что за домашний телефон месяц я плачу всего 100 рублей. И с одной стороны, как бабушка говорит, это же всего 100 рублей. Пусть будет домашний телефон. А с другой стороны, я понимаю, что у всех сейчас ватсапы, телеграмы. Можно позвонить по интернету. 100 рублей тоже деньги. Вот, поэтому не знаю. У меня сейчас там задолженность. Надо заплатить эту задолженность и отключить. Где-то полгода я не платила, по-моему, за домашний телефон. Вы знаете, что меня больше всего раздражает в Азербайджане? Это то, что если ты, например, 2 месяца не платишь за электричество, к тебе приходят и выключают тебе свет. А если ты не платишь полгода, например, за телефон, никто его не выключает. У тебя дальше он работает. То есть за свет это вообще обидно. Ситуации разные бывают. Мне кажется, хотя бы, не знаю, 3-4 месяца, мне кажется, должны дать рассрочку. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как у вас. Воду, насколько я знаю, не отключают. Потому что это сделать невозможно. Даже если ты год не платил за воду, то ничего страшного. Заплатишь потом как-нибудь, когда время будет, заплатишь. А вот электричество иногда бывает просто забываешь. Вот реально у меня такое бывает. Я, например, на 3 месяца вперед плащу иногда за электричество. Там, ну, приблизительно какую-то сумму. А потом эта бумажка приходит, ну, такой чек. Я даже не обращаю внимания на него, так скажем, да, не заметила. Он куда-то улетел. А потом уже на второй месяц приходит уведомление о том, что в ближайшее время вам отключат электричество из-за того, что вы не заплатили за него. И ты такой, да? Ну, реально, человек может просто забыть. У меня такое часто бывает. Например, с интернетом. Я однажды заплатила 5 тысяч за интернет. Я не помню, на сколько месяцев это рассчитали и до какого месяца у меня заплачено за интернет. Кстати, надо посмотреть. А то вдруг очнусь, что все, отключили интернет. И самое удивительное, что они не учитывают, что до этого ты заплатил за полгода вперед. А тут ты месяц всего не заплатил, все, все, отключают. Хоть бы один раз набрать, напомнить. Сказать, слушайте, вы тут не заплатили за интернет. Ну, у нас, по крайней мере, так. Напишите, пожалуйста, в комментариях у вас тоже. А у нас газ вообще по предоплате. Например, есть такая карточка у нас. На нее ты загружаешь деньги, а потом с этой карточки загружаешь на свой счетчик. В общем, как только там заканчиваются бабки, все, газ у тебя больше нет. В общем, это очень вкусно. Вкусно-тища. В общем, вроде как с квартирантами мы договорились. Надеюсь, что больше никаких проблем не будет. Я прочитала все ваши комментарии. У меня иногда бывает такая проблема. Все комментарии идут в спам. Не знаю почему, у меня как раз-таки под прошлым видео так. Только некоторые комментарии высвечиваются. Все остальное надо одобрять. Какая-то ошибка в ютубе. Такое бывает иногда. Поэтому комментариев мало. Там очень много, 500-600 штук. Просто их надо одобрять, одобрять, одобрять. Мне неохота. Времени нету столько еще. Сегодня я с подружкой должна увидеться. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте писать свое мнение. Писать о своем опыте. Обязательно ставить лайки. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.